Ну, пожалуйста. Я по приглашению своего друга, митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, был в Архангельске и прочел там четыре лекции в разных аудиториях. И в одной из них сказал, что вот, несмотря на то, что в школе очень много хороших предметов, детки изучают, вернее, азы, скорее, введения в предмет, там, литературоведение, алгебра, вот, то, что они изучают алгеброй, нельзя назвать, это какие-то, называются элементарные сведения. Вот, и, а самого главного предмета, как-то их, их не знакомы, с самым главным предметом, который есть вообще смысл жизни. Вот что я. Я это выступал, ну, как частное лицо, вот, как некий такой странствующий лектор. У меня совершенно нет никаких таких прерогатив, чтобы выступать с какими-то инициативами. Я даже, когда я приехал в Москву, я очень удивился, что что-то публика так всполошилась. Что-то опять про мусульман стали, про евреев там говорить, еще чего-то. Это вообще программы, школы, это же дело Министерства образования и науки, а уж никак не мое. И я вообще ни на что не претендовал. Более того, я от имени Русской Православной Церкви не выступал, а это мое частное мнение, как человека, который, ну, педагогикой занимается всю жизнь. И по профессии тоже педагог был изначально. Просто я, как обыватель, как человек, который воспитывает 50 детей, мне очень, как бы, интересно, почему вот такого предмета нет, который очень важен. Потому что, когда молодые люди, в частности, по телевизору, по радио, их интервьюируют, спрашивают о них о смыслах жизни, они ничего не могут об этом сказать. То есть они об этом не задумываются. Они вживут в каком-то таком сейчас контексте, который не имеет разрешения вообще в будущем. И вот меня как бы это настораживает. И я, так как в аудитории было много педагогов, я им предложил такую информацию для размышления. Вот и все. А почему это в топку вошло? И как-то люди что-то стали пугаться, и принимать всякие успокаивающие лекарства, прыгать из окна, подавать заявление в прокуратуру, и там все кричать, от ТАСС, церковь наступает, это я не знаю. Это, видимо, все-таки у нас, часто мы слышим, у нас больное общество. Но никто говорит, чем. Вот если рассмотрят этот эпизод, ну, это диагноз социальной шизофрении. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok